Друзья, добрый день! Сегодня у нас с вами поет тема о редукторе. Заказал я вот такой редуктор под мотор. Планируется его поставить 5 к 1. Вот такой редуктор. 78. Вот такая чашка расстояние. Здесь под колокол. Звезда взял двадцатку. 20. Вот что я хотел еще сказать. Значит цена его где-то колеблется от 1300 до двух с половиной доходит. Это в Китае где-то. А если вот как это собрать в магазинах в интернет уже в наших российских, там даже доходило и до четырех с половиной я видел за редуктор за такой. То есть сами понимаете какая разница в деньгах. Вот значит что я что хотел сказать. Чего я хотел заснять это видео. Значит просто посмотреть какое качество вот этого редуктора. Значит что я обратил внимание сразу. Значит колокол. Скол. Вот здесь видите. Скол. То есть литье не очень такое да. Как бы но вот эти все места как говорится гладкие. Но само где крепление. Вот. Уже скол идет и вот такие идут как говорится выявинки такие вот. То есть не зачищено и как-то не очень все. Ну ладно. Идем дальше. Вот. здесь значит на корпусе тоже идут вот такие вот. Ну не зачищено и не отполировано. А скалены. Вот. Так. Но в целом здесь вот здесь как говорится тоже не зачищено. Острое было. Я немножко тут подтачил шкуркой. Чтобы не цеплялась. так дальше. Вот где звезда. Где звезда. Вот такой люфт у них. Вот идет. То есть вот так я сейчас покажу вам. Вот. То есть вверх-вниз и влево-вправо получается. Вот такой люфт идет. В принципе здесь можно как бы более такую вот эту вот защелку. подобрать чтобы она вплотную проходила. Или вообще может быть так должно быть конечно такой люфт. Ну вообще. Если вот так посмотреть. Кажется. Это очень большой люфт. Вот. Эть. Вот. Да. И кто. У кого такой люфт. Пишите в комментариях. У кого больше. У кого меньше. Или он так должен. Ну кто что думает вообще. Или кто как делал может быть. Что-то подкладывал сюда. Вот. Стоит это или не стоит. В общем пишите в комментариях. Я с удовольствием это все почитаю. Дальше у меня вопрос вот такой идет. Значит. Здесь болты. Вот. Раз, два и три. Значит. И четыре болта которые крепят уже к мотору. Корпуса. Значит. А вот эти два болта. Вы смотрите. которые здесь вот идут. Вот один болт идет. И второй болт. Ведь здесь дырка в этой вот в гайке. То есть если мы с вами сейчас открутим ее. Сейчас я откручу. Покажу. Вот я все это открутил. То есть вот гайка вот такая вот. Я не знаю. Видно вам. Вот гайка насквозь. Дырка идет в гайке. То есть через весь болт идет дырка. У меня вопрос к вам ребята. Для чего это? Для чего это? Гайка нужна с отверстием. В общем болту это. Для чего это? С одной стороны нету. Вот. А с другой стороны. Как я вам показал уже есть. То есть для чего это? Здесь нету. Видите? Нету ничего. А с этой стороны имеется. То есть для чего? Тоже пишите в комментариях. Я с удовольствием буду знать. И я уже не думаю, что китайцы ошиблись. И поставили такую гайку сюда. Так. В общем. Что я еще сделал? А вот. Да. То есть везде вот такие вот. Как говорится. Можно было это все отполировать. То есть вот. Более как говорится. Загладить вот это все. Вот. Потому что везде одни заусенцы идут. металлические. Вот. То есть литье. Сами понимаете. Ну в принципе литье нормально. Пришло без колов таких вот особо. Внешних я имею ввиду. Ну звезда тоже вот. Видите? Качество. Качество металла тоже не очень. то есть идет. Значит что я дальше. Я это все дело вскрываю. Вот эти все болты. И решил посмотреть что там внутри. Сейчас я это все дело откручиваю. И покажу что там было. Да. Да. И вот эти. Я уже его откручивал. Сразу скажу. Все эти гайки. Все гайки были сухие. То есть. Если я их сейчас к примеру промазал. Вот они у меня все откручиваются. Вот. Видите? Я их уже все промазал. Все как положено. Вот. Но когда я отворачивал. Они все сухие были. То есть имейте ввиду. То что смазки в них нету. Нету. Вот. Абсолютно не было. Я открываю этот ряду. Тогда. Когда будете открывать. Сразу говорю. Обстучить его. Вот эти места. Вот. Чтобы он сдвинулся. Немножко. Слегка. Слегка. Несильно. Потому что прокладки здесь нету. Вот так вытаскивайте аккуратно его. Значит. Когда я его вскрыл. Вскрыл. Когда я его вскрыл. Смазки вообще не было. Вот. Это я вам сразу говорю. Смазка была. Сейчас я вам скажу где. Была смазка. Вот так. Чуть-чуть. Вот с этой стороны. И была смазка вот здесь. С этого подшипника. Вот. Все. Все остальное. Все остальное. Было просто сухое. Сухое. Подшипник тоже весь был сухой. Я вот туда немножко маски. Вбивал. В этот вбивал чуть-чуть. Вот. Здесь шестерня вообще была вся сухая. Вот. То есть я все это забивал. Вот. Этим самым. Литолом. Обычным. Можно было. Может быть. Графитку. Графитную смазку брать. Вот. Но графитка у меня не было. У меня было обычное вот литол. Вот это. 24. Ну. В следующий раз. Когда уже сезон был. Поездим. Я уже туда. Может быть. Графитки. Попробую. Бить. Так что прокладки здесь никакой нету. Вот. Одни заусенцы везде. Что. С внутренней стороны. Что с внешней стороны. Так что имейте ввиду. Вот. Но сразу советую. Лучше вскрыть. И посмотрите. Ага. Если у вас смазка. Так что у меня смазки абсолютно не было. Просто были такие два. Как говорится. Вот. Положили чуть-чуть где-то сбоку. Крутанули один раз. И все. Так же его обратно вы собираете. Аккуратно в гнездо попадает все это дело. Болты. Все то же самое. Все смазывать. Вот. Вот. На это внимание я хотел как говорится. Сделать такой вот. Контакт. Вот. Чтобы люди. Которые покупают такие редукторы. Обращали внимание. И лучше сразу смотрели что внутри. Это касается так же. Когда вы покупаете велосипедные втулки. Вот. Тоже желательно конечно. Вскрыть. Посмотреть. Есть ли там смазка. Какая смазка. В каком количестве. Потому что в основном и тут как-то все сухое идет. То есть собрали. Вот. Быстро. И отправили. Ну название сейчас вот. Сейчас кому может интересно. Название вот этого редуктора. ЗК. Приблизительно так. Я думаю. Ну может это китайская какой-то. Ероголев. Но. Ощущение мне как будто ЗК. Идет. Вот. Вот такой друзья у меня получился видео. Вот. Как говорится. Будьте внимательны при покупке. Да. И пишите в комментарии. По поводу вот этого люфта. Звезде. Если у кого не такой люфт. Кто как с ним боролся. Вот. И про вот эти. Может быть заливные болты. Или как они. Для чего эти болты нужны. Вот. Особенно для чего вот это. В болте нужно. Нужно отверстие. Для чего. Так что пишите в комментариях. Я с удовольствием прочитаю. И буду знать. Ну а у меня на этом все. До следующих встреч на нашем канале. Всем пока пока.